всем привет в этом видео поговорим о том что дефицит газа продлится в европе до 2025 года а что будет потом агентство бумерк сообщило что остановка северного потока приведет более быстрому истощению запасов голубого топлива в европе с началом отопительного периода вкупе со снижением объемов поставки российского газа по другим маршрутам и вследствие отказа ряда европейских стран переходить на рублевый порядок расчетов за газ к настоящему времени суммарные объемы поставки российского газа в европу упали в четыре раза в сравнении с объемом прошлогодних ежесуточных поставок по оценкам руководителя энергетических компаний европы текущий газовый дефицит будет наблюдаться европе по меньшей мере до 2025 года коммерческий директор юнипер нейк дэн холландер заявил что следующие зимы будут еще более трудными для европы данный вывод основан на прогнозе что европейские компании не смогут купить нужный им объем газа у газпрома об исполнении газовых контрактов с российской компании вообще похоже придется многим забыть и искать свободный энергоресурс на бирже по данным блумберг европейские чиновники в общей сложности выделили свыше 300 миллиардов евро на борьбу с текущим энергетическим кризисом однако положительный результат этих трат пока не заметен львиная часть средств пошла на предоставлению субсидий европейским энергетическим предприятиям в целях закупки ими газа по биржевым ценам для заполнения мпхг а также на монетизацию льгот на оплату услуг жкх малоимущих количество этих малоимущих растет вместе с ростом бюджетных расходов тем временем руководитель исследований сырьевых товаров сети групп эдморс заявил что цены на газ могут вернуться на докризисный уровень 2021 года после 2025 года произойдет это по словам американского эксперта после увеличения суммарных мощностей по производству жижного газа однако ввиду того что мировой спрос на газ заметно опережает объемы его производства в указанный прогноз не очень верится возврат до кризисным низким ценам на газ скорее возможен из-за резкого сокращения потребления газа и именно по этому пути сейчас пошла европа европейские чиновники обвиняют газпром в снижении объемов поставки газа европейским потребителям в действительности же европейские предприятия сокращают импорт газа из-за снижения объемов производства по итогам этого года прогнозируется что европа сократить потребление газа минимум на 20 процентов или почти на 120 миллиардов кубов за счет остановки европейской промышленности это существенный объем такими темпами европа к 2025 году как раз полностью закроет все фабрики и заводы что может привести к падению спроса на газ и соответственно цены на него